Рейды начинаются с планерки. На этот раз задача проинспектировать весь центральный район города. Масштаб большой, но участников рейдовых групп это не смущает. На планерке всех участников делят на группы. В этот раз их 8. Участникам рейда напоминают основные правила. Детям от 0 до 7 лет нельзя находиться вообще без сопровождения законных представителей круглосуточно. От 7 до 14 лет детям нельзя находиться без сопровождения взрослых и законных представителей после 21.00. А детям от 14 до 18 лет нельзя находиться без законных представителей после 22.00. Каждая из рейдовых групп знакомится со своим маршрутом. Комиссия, она состоит из сотрудников полиции, педагогов и общественников, инспектируют и ларьки, предупреждая продавцов об ответственности за продажу сигареты спиртного детям. Рейдовая группа прошла от Новогинской до Зимнего театра по Курортному проспекту. По пути проверяли всех граждан. Комиссия следит и за общественным порядком. Предупреждают, пить в общественных местах нельзя. Проинспектировали и набережную. До 10 часов вечера осталось 20 минут, а 16-летний подросток без родителей до сих пор гуляет. Мы сейчас вам дадим, чтобы вы выучили закон, сколько по возрасту всего? 16. 16 лет, тем более. 16 лет это не хочется. Тем более 16 лет. Очень неприятная ситуация, может оказаться, что родители этого твоего. Где ты живешь? В Донской области. А проживаешь? Рядом. Весен. Подростку вручили буклет с описанием закона и отправили домой. Все же у парня есть еще 15 минут в запасе. К слову, детский закон в Сочнице уже давно оценили положительно. Я считаю, что дети не должны в позднее время находиться без родителей. Обязательно. Родители должны смотреть своих детей, воспитывать их, потому что от этого зависит будущее детей. Рейд показал, что сочинские родители благоразумны. 8 групп за 3 часа рейда не обнаружили ни одного беспризорного несовершеннолетнего во всем центральном районе. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.